Так, мы пробуем сейчас дозвониться, выйти на связь Сергеем Николаевич Шаховым, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Очень хочется с ним пообщаться. Очень хочется обсудить тем, тем более, что сегодня День спасателя в России. Да, это в первую очередь. Это в первую очередь. Это главная тема. Даже не то, что тема, а вот именно сказать человеку доброе утро и выразить огромную благодарность. Все, на связи Сергей Николаевич. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Сергей Николаевич, с праздником вас. С праздником вас. Спасибо, любимая передача. Ох, мы... И вам спасибо за эти теплые слова. Сергей Николаевич, ну, вы понимаете, вы настоящий герой. Случайных людей не бывает. Каждый уникальный, каждый лучший. Огромнейшая вам благодарность за то, что делаете. Мы знаем, что этот год был непростым. Да, непростым. Непростым был. Как всегда у нас было и чрезвычайные ситуации, пожары, дорожно-транспортные происшествия. Наиболее резонансные, конечно, чрезвычайные ситуации у нас были в августе месяце. Это природный пожар, где сгорело леса 26 гектаров. Также по чрезвычайным ситуациям я бы отметил загрязнение окружающей среды о титановой инвестиции в августе 25 числа. И также вы все прекрасно знаете, 17 сентября был режим функционирования, чрезвычайная ситуация в связи с следствием трагических событий в Герцинском полицейском колледже. А так участвовали в тушении пожаров, дорожно-транспортных происшествиях, спасание на водах, спасание в горах и так далее. Не скучно вам живется, это точно. Сергей Николаевич, я вот прям из первых уст хочу у вас спросить про систему 112. Месяц испытание проходило. Как прошла? Значит, испытание прошло на очень высоком уровне. Класс. Естественно, прошла все с недостатками. Я могу даже похвалиться. Служба 112 у нас за два года была введена. Это рекорд. Значит, но сейчас 19-й год тестирования, доводения до идеала. И где-то в конце 19-го года мы доложим крымчанам, что 112 служба готова к эксплуатации. Сейчас идут основные пусконаладочные работы. То есть, получается, вот по Симферополю уже да, но еще не по всему Крыму, да? Город Симферополь уже работает практически и в 18-м году. Да. А остальные города подключатся я без преувеличения. Я так думаю, до октября следующего года мы закроем все города и районы Республики Крым. Сергей Николаевич, раскройте секрет. Какими качествами нужно обладать, чтобы быть спасателем? А почему именно вы? Потому что вы у нас первый, пока что единственный заслуженный спасатель Республики Крым. И вот точно вам известно, каким он должен быть, настоящий спасатель. Смелым, добросовестным, честным. Мы стоим на страже жителей и гостей города Республики Крым. И стоим с честью, я так думаю. Это точно. И долг спасатель всегда выполняет. Это наверняка же самое главное, это слаженная командная работа. Так точно. Вы очень правильно отвечаете за твои вопросы. Спасибо большое. Сергей Николаевич, знаете, сразу хочется сказать вам, так точно, мы тоже выполняем поставленную задачу, информируем благодаря вам население и в преддверии Нового года, чтобы аккуратно с огнем, рассказываем, где можно отжигать, зажигать петарды и все в этом духе. Мы очень довольны работой с Крымом-24 и по телевидению, и по радио. Вы наши большущие друзья, у нас большущий контакт. Благодаря вам мы доводим все наши требования для жителей и гостей Крыма. Спасибо вам за работу. Спасибо вам большое. С праздником, Сергей Николаевич. И как можно меньше ситуаций, чтобы было. Да, вот чтобы спокойнее было. Я хочу поздравить весь личный состав Чрезвычайного ведомства, моих друзей, моих офицеров, моих министерских товарищей с профессиональным праздником, счастья, здоровья, здоровья в семьях. Я вас очень сильно люблю. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам огромное, Сергей Николаевич. Вот душевный, вот все, ничего не страшно. Вот так вот страна знает героев в лицо.